Я решила рассказать, что я увидела сегодня в медитации. Но это продолжение истории, то есть самое, когда мне показалось, что некий кельтский старец нападал на мой мир. Забыла, какое число, потом посмотрю. Я вообще, в принципе, вот эти вот видео записываю в первую очередь для себя. Но если кому-то это пригодится как для изучения своего мира, для познания своего мира, я буду рада, потому что всё вокруг имеет свои символы. И наша жизнь, всё, что происходит в нашей жизни, и с чем мы не согласны, я имею в виду какие-то непроработанные моменты, это можно решить, погружаясь в себя. Можно увидеть выход, так скажем. Не знаю, доступное, сказал или нет, но мне хочется о другом. Ну вот, продолжение истории, когда, как мне показалось, на меня некий кельт на мой мир нападал. Хотя Алексею показалось, ну Алексей считает, что это я видела образ Одина. Они видят в этом образе, Алексей и его наставница Светлана видят в этом образе, который ко мне приходил, Одина. И что я вроде как его не принимаю. А я такая говорю, да как не принимаю, мне в принципе северная тематика нравится. Я вообще начинала свой интерес с Древа Игдарасииля и так далее. Ну Медсвету интересовалась, читала, не то, что там чем-то занималась, нет. Ну вот, и перед медитацией в каких энергиях я находилась? В осознании благодарности Алексею именно. У нас всё равно не так всё гладко, как, наверное, кажется на первый взгляд, что мы там ездим, что у нас любовь, там всё такое. Есть непроработанные какие-то моменты и в нём, и во мне. Много страхов из-за предыдущих отношений и во нём, и во мне. Опыт, так скажем, да. И, конечно, мы, когда готовы, общаемся на эту тему. Так вот, я пребывала до медитации сегодня, вчера, в состоянии благодарности для Алексея. Сделал для нас такое пространство и всё время что-то делает. Я испытываю глубочайшую благодарность, хотя я утвердила ему, что ты же это не для меня делал, кто-то когда-то в этом доме был. А он и говорил, что если вдруг ты уйдёшь, то для кого вся эта красота? А я тоже в своих страхах говорила, а зачем я здесь обуючиваю и что-то делаю, если я когда-то буду не нужна. Ну, короче, у нас есть нечем работать, товарищи. Вот что я хочу сказать. И с осознанием, что я испытываю глубочайшую благодарность за то, что он делает. Всё, что он делает, это для нас, для меня. И неважно, какой женщиной я была до сегодняшнего дня, в каком теле я была, тоже неважно, до сегодняшнего дня. Он старается. Старается настолько, насколько это возможно, стараться мужчине. Мужская энергия, она другая. И чаще всего эта мужская энергия заставляла меня защищаться, агрессировать. А это ведь неправильно, принятия не было. Ну, вот и то, что я вижу сегодня. Некую готовность принять вот это теневое древо, которое я когда-то видела, которое, как мне казалось, хочет поглотить меня, моё древо, мой мир. И нападает. Я решила принять это теневое древо и увидела этого старца. Ну, может, кто-то считает его Одином. Хотя на Одина очень похоже. Мы недавно картинки смотрели, когда читали, вернее, слушали их «Сокровище валькирии». Там художника интересного забыла, и по тебе его имя упоминали, который как раз-таки арийскую, северную тематику рисовал. Очень красивые рисунки, картины. Там старца я увидела очень похожего на Одина. Такой старец красивый, могучий именно такой, воин-старец, да, и держащий свечу. И вот примерно в таком образе я сегодня видела, ну, будем называть Одина, ладно, пускай будет Один. Он большой, могучий по сравнению со мной, а я себя ощущаю в этот момент маленькой девочкой. И я начинаю его принимать. Я обнимаю его, прижимаюсь к нему. И я не испытываю больше отторжения, такое, какое было прежде, да, и вот это вот инстинктивное чувство защищаться. Я вижу, что его энергия, я чувствую, неправильно сказано вижу, я ощущаю, что его энергия, она не такая, как женская, мягкая, материнская. Она жёсткая, но она заботливая, она любящая эту энергию. Сейчас я прочитаю, а то я уже забыла, что там не помню. А вот я пишу, что он большой сперва. Я чувствую, что он не агрессивный, как мне показалось раньше, из-за этого восприятия мне приходилось защищаться. Это мужская грубая энергия, но в ней тоже есть забота и любовь. Он один, я один, это его слова. Не про титул, что он один, имя-то вот это, а про одиночество. Я обнимаю его, как дочь. Соскучилась. Так чудесно ощущать его защиту, что он большой и сильный. Снизу вверх я посмотрела на него и его глаза с белыми белками. Ну это как бы для кого-то страшно будет. И я знаю, умом я знаю, что у Одина один глаз, он пожертвовал. Но я смотрела снизу вверх, как от живота, от его вверх. То есть мне видно вот такой вот ракурс был. Поэтому я не могу сказать, какой именно глаз я видела, но я видела белок глазной. Я спросила его, что ты видишь? Он ответил, перемены. «Потом киневое древо отца стало соединяться с моим, как бы накладываться сверху и объединяться, что ли. А потом земля стала поглощать его отца. Он не сопротивлялся. И напротив, он принял это с достоинством Бога. Я не могла понять в этот момент, что именно происходит. Но внизу правого живота, сейчас своими словами уже говорю, у меня как оторвалось что-то, как кольнуло. А правая часть органов женских у меня проблемная. И из-за вот этой какой-то непроработанной штуки, непринятия отца, эта штука у меня держалась на правой стороне. И вот у меня как щёлкнуло что-то. И я такая… Первая мысль моя пришла, что сама отвалилась. Так удивительно, как наш организм, наше тело, тело, наше тело нам подсказывает многие вещи. Но мы не всегда прислушиваемся. У меня очень хорошо психосоматика работает. Если чуть что не так во внутреннем мире, у меня прям сразу вылазит это на здоровье, на тело. Я не могу понять, что произошло, когда земля поглотила в моём подстанции Одина, отцовскую вот эту энергию. Или таким образом и произошло слияние. Кем была земля в этот момент? Моей матерью? Или это я? Мне очень удивительно и интересно наблюдать эти все процессы. наткнулась ещё после этого сразу в своём телефоне, чистила видео старые и нашла видеозапись короткую для кого-то для дела, для своего друга, какого-то я не помню, о том, что слова я записала подсознание, ну, это в другой тетрадке мне здесь не почитать, что когда произойдёт этот щелчок, я узнаю имя, своё имя. Субтитры сделал DimaTorzok